Давайте, Байкал, Марьян, покажите, как вы играете. Как ты дружишь с морячком, покажи. Тань, покажи нам. Покажи, как. Ай, да не со мной. Ай-яй-яй, наушник потянешь? Блин! Иди с моряком подружи. Иди подружи, с моряком я хочу посмотреть. И покажать всем. Давай, Байкал. Блин, ты же так классно играли, да, Саша? Да. Я, кстати, смотрю сейчас передачу Малахова. Я уже завтра вам расскажу такая классная передача. Эй, иди, иди. Играй. Ну не держи, не надо, они с вами будут играться. Саша, подними вон там этот, как его. Что-то валяется. Спасибо. Я даже знаю, откуда это. Из твоего тапочка. Да. Кошмар. Завтра будем зашивать все. Ну давай, играемся, моряк. Морячок. Моряша, киса. Давай, Ира. Маленький. Смотри, мама, Саша подруга. Тише, тихонько, а то сейчас поцарапают. Они так классно играют с моряком. Моряк так, моряк его не боится, даже я бы сказала, любит. По утрам так вообще вместе просыпаются. У Байкала хвост, блин, так это, от радости. Потому что ты его держишь, а ты его отпусти. Не надо, чисто оно. Ну все, видишь, все, убежал. Всем привет, притуп солнечная Италия на Паралоне. У нас сегодня прекрасная погода, грех сидеть дома. И мы сегодня идем с Сашей на каток. Саша, конечно, на каток ходила даже со своими друзьями, да, Саша? Ну, они собираются всей группой, всей школой, выходят, встречаются. А где вы встречаетесь? Ну да, в начале улицы. А, все, я поняла. Они там, короче, встречаются, и потом всей толпой идут 7,50. И 7,50 стоит? Какая costа? 7 евро. 7 евро в час, мне кажется, 14,15 евро и 10 периместра. 14, два часа, и потом? 10 евро за мастер. Какой ты говоришь, мастер? Который айута, император. А, еще есть... И у пингвина 3 евро. Ну, пингвин, за которым держишься, 3 рубля, так и осталось. И если хотите инструктора, 10 евро сверху. Но, спятай, мои инструкторы 10 евро, компресса, твой патинаджо, а до партии 10? Не знаю. Не знаю, говорит, если вместе уже с учителем 10, типа. Наверное так, а не так, что еще десятка, и плюс еще твои 7,50. Машинку поставили с черным бельем, уже вывесили, поставили сейчас с белым. Но сегодня погода хорошая. Единственное, что мне так жалко, что у меня поломалась моя молния на белой курточке. Она такая легкая, такая классная. Мне так в ней хорошо. Вы мне писали в комментариях, что не надо менять полностью молнию, что надо купить какую-то собачку. Но я не поняла. Я, блин, ну честно, я не поняла. Не поняла, что вы написали. Если есть возможность и... А что это, я на зуме, что ли? Если есть возможность и время написать комментарий по поводу моей поломанной белой куртки, кто видео смотрит каждый день. Писали, что собачку не надо... Типа, не надо менять молнию, можно поменять собачку. Где ее менять? Я не поняла. Оделась у меня пуховик фойлетовый. Мне его, кстати, Макс дарил. Настоящий. Давно уже я просто отлепила, здесь еще был этот пушок, но он такой уже стал. Но я его не стала прикреплять. Все равно классно, когда есть выбор верхней одежды. Можешь что-то одеть, поменять, меняться каждый раз. София сегодня говорит, мама, у меня любимый цвет стал розовый. Я говорю, меня тоже потянуло на белый. Так. Давайте немножко города меня просили. Многие попросили, чтобы я снимала витрины, как украшены, и город. Но вечером мы будем возвращаться, и я поснимаю, потому что сейчас все равно не будет. Вот моя любимая пиццерия, вот она. Вот здесь получается Пизанская башня. И вот от Пизанской башни как бы вы вышли. И по прямой, по прямой. И здесь я снимала на кухне уже. Ну, сто раз говорила, но повторяю, потому что я вижу по комментариям, девочки пишут, что мы были бы в этой пиццерии по вашим советам. Ну, нам больше всего нравится, как тут тесто делают. Потом, когда Карлов покупал пиццу, в предыдущем видео, сказали, что пицца какая-то не симпатичная, а похожа на лепешку. Ну, это такой сорт, хотела сказать. Это такая пицца. Нет, она действительно вкусная. Снять ничего не получилось, потому что у меня батарею выбивают. Я забыла зарядить. Поэтому дома переключимся, и я вас возьму пока. Посадили Деда Мороза живого. Такой класс. Вообще, еще и конфеты дает. На халяву раздает. Всем привет, привет, Туб. Солнечная талия на проводе. Мы переключаемся. У меня не получилось вчера сняться в видео. Сняться в видео у меня вчера. Снять видео у меня вчера не получилось, потому что батарея была вроде полная. Пока дошли до центра, кусочек отсняла и поняла, что батарея у меня, короче, закончилась, естественно. Пошли в китайский магазин там рядом. Думала у них подзарядить или купить у них подзарядку. Он говорит, нет, у нас такого выхода типа нет. Ну, типа провод с таким выходом. Вот. И, короче, у меня не получилось. Я на неделе буду все равно в городе. Я обязательно поснимаю вам витрины, как вы просили. Типа, ну, типа город, да, новогодний. Но я вам скажу так честно, немногие витрины, которые вот можно прям вот смотреть и говорить, боже, какая же фантазия, с каким же энтузиазмом люди оформляли витрины. Что-то как-то я, не знаю, в центре в самом, что-то как-то в этом году я мало заметила. Открой, пожалуйста, Саша пришла, Софья. Вот. У меня есть несколько новостей на сегодняшний день. Я встала сегодня в прекрасном настроении, в классном просто настроении. Не встала вообще. Вот. И потом, естественно, немножечко потухла, потому что я... Короче, я у нас начну с плохой новости, потом закончу типа хорошая, но она тоже такая, неважная. В общем, какой-то день, между прочим, астролог личный сказал, что до 23-го числа, Марина, смотри, не ломай дров, потому что это вообще проприното. То есть это вообще не твое время. То есть лучше сиди, молчи. Саша! Мой, пожалуйста, ручки и иди кушай. Там все горячее. Здоровайся со всеми. Привет. Где ты там? Привет. Давай, молодец, умничка. Ади ручки мой, дочур, и садись кушать. У Саши будет концерт, да, Саш, когда? Да. До подомания? Мы крыли. А сегодня гитара, да? Да. А, ну сейчас я буду зашивать, там надо Саша зашить, у нее чехол на гитаре поломался, порвался внизу. Сейчас сяду, буду штопать. Напомни мне, пожалуйста, я ее уже в зал поставила специально, чтобы не забыть, хорошо? Завтра ты сделаешь, сегодня. Сегодня, 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 доченька, сегодня сделаем. Вот, короче, одна такая плохая новость, что все-таки, вот видите, как бы мы с Карлосом вот расстались и все, и туда-сюда, и не знаю, если бы, наверное, я попала в такую ситуацию, был бы он первым человеком, кому бы я позвонила и рассказала бы, ну, сказать, поплакалась бы в плечо. Но, в общем, у него случилась очень большая неприятность, еще это перед, получается, Рождеством, у нас 24-25 Рождество, и получается еще и перед Новым Годом. Естественно, как бы ты там не наговаривал, и как бы он, это я же-то вам наговариваю, а он-то по всей пизе это несет. Вот, и, естественно, как бы мы на друг друга, а Маруська, хочешь на улицу сейчас? Иди. Как бы он не наговаривал, все равно позвонил первым мне, не знаю, если он захочет рассказывать об этом, то, ну, в принципе, он сам расскажет. Я как бы не спросила, там можно рассказывать, нельзя. Ну, в общем, случилась неприятность, и очень жалко, потому что человек, он так готовился, кстати, к этому Рождеству и Новому Году, по поводу, что проведет типа с нами, потому что спрашивал, где мы будем проводить, что и как. В общем, мы на 31 декабря у нас уже были какие-то с детьми наброски, куда мы хотели пойти, но это было как бы не точно, но тем не менее мы там свои какие-то планы выстраивали. Я не скажу, что он не входил в наши планы, потому что он вообще как-то последние вот три недели, он очень поменялся. Маруся, зачем я тебе открыла окно? Потому что холодно. Не выходит она, моряк выходит, она не хочет, хочет со мной сидеть. Ну, в общем, как-то поменялся я по отношению ко мне, как-то в своих высказываниях, в своем поведении. Но мы не видимся, но я-то все равно даже по мелким каким-то маленьким встречам я это замечала. Может, я опять себе это нарисовала, не знаю. В общем, как-то я это замечала. Вот, он спрашивал, где мы будем отмечать Рождество. Мы так поняли с малыми, потом разговаривали, что он хотел прийти к нам его отметить или к себе пригласить, там, те же, там, тоже там гриля пожарить. Сашенька, не кричи, пожалуйста, дочь. Саш, не кричи, пожалуйста, я видео снимаю. Вот, и тут, конечно, я видела, что он даже как-то настроился на то, что будет готовить какие-то там подарки детям. То есть, у него так проскальзывало это. То есть, я видела какую-то заинтересованность. И тут он сегодня звонит и говорит, что у него какие-то там, ну, не какие-то, а что у него неприятности. И вообще, что как бы вот все планы, ну, разошлись в один момент, да. То есть, на то, что ты рассчитывал, там, у тебя не получится по стечению каких-то обстоятельств. В общем, как-то жалко. Если он захочет, вам расскажет. Но я все равно как-то потухла, потому что я, в принципе, такой человек, что я, ну, я долго не обижаюсь. То есть, вы даже, наверное, заметили, что и с Максом-то я, в принципе, за то, что все он там мне наделал, там, я все равно поддерживала отношения. До сих пор там общаюсь, хочется мне или не хочется. Иногда в жизни бывают такие моменты, что не хочется, но нужно делать или говорить. Даже иногда бывает такое, что ты, знаешь, не хочешь это говорить, а это сказать нужно. Ты из себя это выдавливаешь, говоришь. Только чтобы сделать одолжение другому человеку, он как бы там успокоился, расслабился и больше тебе, короче, не долбал мозги. Потому что выносить мозг, это вообще просто, для меня это просто нереально. Не потому что у меня есть только мое мнение, а нет другого. Естественно, когда люди ругаются, там, два человека, или не сходится мнение, виноваты всегда вдвоем. Это понятно, у каждого своя правда. Но, тем не менее, если у меня есть мое мнение, меня не надо, допустим, в этом перебеждать. То есть от того, что вы будете стоять там, у вас будет там 120 тысяч, и мне будут говорить, нет, вот это надо так. Что не касается там высшей математики, физики, куда я там не лезу, да, там и вообще всего остального. Если у меня есть мое мнение, то мне не надо его, ну, не надо мне навязывать свое мнение. Я свое мнение никому не навязываю. И вы мне, давайте останемся каждый при своем, если же моряк пришел. Если же это просто, если же это просто единичный случай, что в каком-то, как это сказать, моряк в смысле сбил, что если в каком-то русле наше мнение не сошлись, мы идем дальше с тобой по жизни, потому что, ну, просто в этом, вот в данном случае наше мнение с тобой не сошлись. Но если же наше с тобой мнение, они сходятся по жизни просто, вот раз они не сошлись, два они не сошлись, три они не сошлись, и в 40 лет походку не меняют, и ты мне свое мнение навязываешь, 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 все, у меня, короче, в один день взрывается мозг, я посылаю всех лесом, мне ничего не интересует, там ни прошлое, ни будущее, ни настоящее. Просто не надо друг другу трепать нервы, потому что я треплю со своей стороны нервы, со своим взглядом на жизнь, и человек тебе трет со своим взглядом на жизнь и тоже портит себе нервы, еще и тебе нервы. В общем, как-то так. Поэтому, в принципе, я как-то не очень, ну, как, ну, обиделась там, пофыркала, высказалась, и я попустила, я очень быстро отхожу. Вот, и тут, конечно, я словила себя на мысли, что была первая, естественно, когда у Карла случилось это неприятно, что позвонил именно мне, и я так себя на мысли словила, думаю, вот интересно, вот если бы у меня что-то случилось бы, не дай бог, я, наверное, тоже бы позвонила первым ему. Все-таки 11 лет, так просто не вычеркнешь из своей жизни, наверное. Вот, ну и хорошая новость, чтобы вас не напрягать, у меня перестал кот делать мужскую судорогу. Фу-фу-фу. Уже несколько дней никакого запаха, ничего я за ним не нахожу. Единственное, что он орет, знаете, он орет, как мартовский кот. И вот где-то уже, наверное, недели две он орал, как мартовский кот. Вот, как гулька, знаете, как у кошки гулька, вот у него точно такая же была. И тут, в общем, я же купила вот эту вот белизну с запахом, ну, которая, типа, не запах белизны, она немножечко такой перебивает запах белизны, называют, ну, типа, как джина парфюмата. Вот, и, короче, это самое мыло, что это последние дни белизной. Я знаю, что белизной мыть нельзя, потому что, в принципе, котам нравится запах белизны, это во-первых. И, во-вторых, ну, чтобы они не дышали, да, там все-таки это пол, чтобы они не дышали этим запахом, не было аллергии. Но, тем не менее, мыло, потому что приходилось мыть, и тут я заметила несколько дней, что, фу, запаха никакого нет, что кот перестал как-то меньше орет. Наверное, это у него было на гульку. И, наверное, он ждал, типа, кошку, ну, марузку. Вот, потом они, короче, там, почирикали несколько раз, я это видела. Я себя словила на мысли, я об этом не рассказывала на ютубе, но я хотела как-то рассказать, я как-то даже в одном видео сказала, ой, я потом вам расскажу, и потом забыла. А вот на инстаграме я вела прямую трансляцию, и рассказывала, и плакала, и все это вообще так, это грустно и печально. В общем, Маруся у меня где-то летом, я даже не знала, что она беременна, мы при... а где-то я была... а я приехала, я была у дочери на день рождения, в мае, и когда приехала, я смотрю, она ко мне как-то так ластится, встала, и она так выворачивается на спину, чтобы ей живот гладили. Она любит очень сидеть у меня на руках, вообще около меня, и как-то это сама. И когда она так делает, я понимаю, что, ну, типа, наверное, беременна. В общем, короче, я догадалась, что она беременна, естественно, усилила ей питание, она начала еще лучше питаться, там мясом, больше мяса даешь, больше, там, каких-то молочных продуктов, хотя я знаю, что там многие против, там, того же творога. Я покупаю в Италии рикотту, ну, типа, наподобие нашего творога. У меня все коты едят, все, даже уже кика начала есть, она немножко такая диковатая. Все коты едят немного, но какой-то кусочек им даешь, они все равно едят. Даже Филадельфию, если даешь немножко, они все равно это едят. Вот, и потом, значит, как-то я смотрела, смотрю все время по сисечкам кошки, что, типа, каждый, ну, у кого есть кошки, наверное, знают, да, что, когда есть там первая стадия беременности, когда переходите на вторую стадию, можно так сказать, на второй цикл беременности, на второй этап беременности. То есть я начала замечать, что у нее около самого сосочка начала появляться как молозиво, то есть оно появляется, засыхает, и там такая корочка серенькая появляется, то есть это значит, что кошка скоро родит. Но это, опять же, это мое мнение, это не энциклопедия, поэтому если кто-то там, у кого-то свои наблюдения, свои, кстати, напишите, будет интересно почитать свое мнение, напишите об этом. И, в общем, я когда заметила, что беременна, беременна, но я поймала по срокам, что я видела по животу и по срокам самой вот этой вот груди ее, что как бы, ну, нам еще рановато, то есть нам надо там еще вот три недели, и все-все-все, вот мы будем рожать. Много рассказывала, что кошка все время рожала со мной, то есть она ко мне приходит, лапой прям меня, вплоть до того, что вставай, идем рожать, я просыпалась и даже на работу не выходила, я в этот день сижу постоянно, все, Мария нагулялась, сижу с кошкой, потому что я знаю, что мне нужно принять роды. От того, что у нее нос приплюснутый, опять же, это только моя версия, может быть, у других по-другому, она не могла перегрызать пуповину, поэтому все приходилось, иди сюда, делать мне, а вот я тебя и словила, ну, морда ты, морда ты, малая, морда малая, ну, посиди ты, господи, сейчас уедешь опять в Марину Депизу, будешь там рыбу ловить, ну, шо ты, кстати, кот, отвлекусь-то немножко, кот, он, кстати, идет ко мне, к Софии и к Саше, то есть он ходит по квартире, он может, особенно, когда мы едим, прийти к столу, двумя лапами за стул так хватается, а висит, типа, шоп, ему еще не видно, шо там, вот, а если кто-то в дом приходит, даже если там Карло, или там, даже не важно, если даже соседка, если кто-то приходит, он от них прям текает, у него все, хвост дыбом, у него паника, он ищет дырки, прям, он так, боится людей вообще, к нам привык, но если кто-то, вот, не мы втроем, а кто-то другой приходит, все, он, короче, текает, ну, Кика тоже, когда была молодая, маленькая, когда мы только ее взяли, она тоже текала, но сейчас она уже сама приходит вечером, уже выросла, как-то адаптировалась, ну, и, в общем, короче, я заметила вот эти вот, у нее это, думаю, ну, нам там через три недели еще рожать, там, все такое, и тут, короче, как-то я тоже, что-то в инстаграме сидела долго, потом думаю, надо идти спать, что-то бессонница, вот это вот состояние летом, у меня вообще тяжелый год, 17-й был, хотя у меня любимое число 7 и 17, 27, 37, все, что связано с семеркой, а у меня любимые числа, вот, хотя год такой, как-то, ну, с одной стороны, я как бы разгрузилась и выбросила мало того, что пол хлама из квартиры, из головы еще почистила, как это все в своем окружении, то есть весь хлам я как-то вычеркнула, я надеюсь, что в 2018-м будет легче жить и дышаться, и, в общем, как-то я уже, типа, собираюсь спать, и такая смотрю, типа, малые спали, и что-то так, я думаю, надо было, или свет маленький горел, или от компьютера был свет, и, в общем, я как-то увидела, или Саша поправляла кровать, или покрывала, или на полу, сейчас ворать не буду, я увидела, типа, какой-то, как кровь, я думаю, что это такое, потом думаю, наверное, это грязь, что-то, а, я посмотрела, что это кровь, и первое, наверное, кровь я заметила, ну, такая, как грязь, да, и я еще подумала, у меня в мыслях, в первых, было, что это, типа, так как у Симона, его как-то часто оперировали в последнее время по вот этой вот мочевой болезни, да, что у него камни в моче, и, причем, ветеринар говорил, что у него вот такие, прям, вот, сантиметры, вот эти вот, говорит, эти, гордины, градины, как будто, говорит, град, вот этот, большие прям вообще, вот, и я что-то подумала, ему, наверное, стало плохо, типа, вернулась, типа, это, как бы, опять, это болезнь, это осложнение, думаю, блин, ночью, куда звонить, там, два или три ночи, думаю, куда звонить, если не четыре, кстати, думаю, куда звонить, ну, как-то, блин, куда бежать, вот, потом беру его, нет, смотрю, нормально, типа, спокойно лежит, потом делаю еще один шаг, смотрю, какой-то, как кусочек что-то лежит, думаю, наверное, Симона рвет кровью, я не знаю, почему, единственное, на Симона, потому что, я говорю, у Симона были проблемы со здоровьем, вот, и тут, короче, это самое, потом смотрю, как-то, что-то Марусь, как-то, как-то я к Маруське подошла, и я увидела у нее уже на хвосте немножко кровь, то есть, я поняла, что, типа, она начинает рожать, я еще подумала, блин, что-то у меня по срокам не сходится, и, как бы, там, по ее груди, там, тоже не видно, что вот-вот-вот, вы должны родить, думаю, наверное, я что-то там ошиблась, думаю, наверное, просто мало котят, маленький животик, типа, ну, все бывает, и тут, короче, она начинает рожать, а, еще, я когда увидела, извините за подробности, не смотрите, нервы, дети убирать от экрана, я еще увидела, что, когда вот это вот был какой-то, как, сгусток, я подумала, что кто-то, кому-то стало плохо, он вырвал, я еще так взяла это в бумажку, еще и в унитаз, извините за выражение, смыла, хотя у меня теперь есть подозрение, что я смыла вообще не то, чем я думаю, хотя, с другой стороны, возможно, у нее вышло сначала место, да, сам кусочек, и потом, когда начали котята, я такая образовалась, все, положила ее в коробку, а еще, кстати, я не могла долго найти коробку, потому что, так как я не готовилась, вот, прямо на этой неделе, что она будет рожать, как-то, нашла очень маленькую коробку, там, из-под обуви, такую, что, прямо, вот, она легла, родила, и коробку выкинула, потом надо обновлять, играется с Марьяном, Маруська, и, короче, это самое, не знаю, если вам интересно, но, тем не менее, сегодня такое видео, и потом, короче, я увидела, что она, типа, рожает, я такая вся счастливая, положила ее в коробочку, типа, одела перчатку, потому что постоянно котят принимаю я, и потом чищу, там, носик, чищу, там, ротик, чтобы они не задыхались, в общем, как-то они попадают в первые руки ко мне, и тут я беру котенка, и понимаю, что он даже в перчатках, я чувствую, что он какой-то, как липкий, я не могу понять, думаю, что за фигня, чищу ротик, все, ложу, она, причем, кошка рожает очень, она без проблем, она как-то бывает, рожает очень стремительно, быстро, то есть, не мучается, там, как некоторые, прям, коты, там, мне девочки рассказывают знакомые, что у них, прям, там, орут, и прям, там, соседи все в шоке, и сам кот этот, тикает, говорит, от этой кошки, потому что он боится, нет, у меня все происходит, у меня много очень видео на ютубе, когда рожала Маруся, посмотрите, там, 3 или 4 видео есть, какие помогает Симон, как он облизывает котят, как он облизывает, то есть, у нас вообще, прям, знаете, такая семейная, у них такая семейная идиллия, и тут, короче, я раз первого, раз второго, ну, что-то у меня, знаете, вот, я понимаю, что что-то не сходится у меня, начал, короче, приглядываться к мордам, что-то морды какие-то такие вообще странные. Потом уже включила настольную лампу, посмотрела, они, короче, как преждевременные роды рождаются, как вот эти, вы знаете, показывают там по телевизору, там вот зародыши там наши, там у нас у женщин, такое вот, типа там зародыши, то есть им не хватало буквально там еще 2-3 недели до родов, то есть в принципе, как я и посчитала. И в общем она родила, то есть котенок рождался, и он умирал через там минуту, потому что, естественно, он неразвившийся плод и легкий, естественно, еще там не сформулированный, наверное, у него. И он только делал первый вздох, и видно умирал от того, что ну, он не может жить, потому что. Я потом полезла в гугл, посмотрела, почитала, действительно, это преждевременные роды, не поймет, чем вызванные. Позвонила доктору, она потом пришла, посмотрела через день, у нее там ничего ли не осталось, ничего не осталось. И в общем, такая вот неприятная ситуация. Сейчас я увидела, то есть они все, естественно, умерли, там их было пять или четыре штучки, четыре человечка маленьких, вот, они такие мои любимые человеки, обожаю котов, для меня вообще-то стресс был, это вообще просто, просто ужас, просто ужас. Что-то сейчас вспомнила, когда со мной женщина ржала, как она, у нее девять, ну, ой, боже, ладно, не буду рассказывать, не знаю, можно рассказывать, не нужно такие истории рассказывать, но что-то, блин, так вспомнила, боже, бедная женщина. Вот, и, короче, это самое. И все, тут я смотрю, он гулял, 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 орал, 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 как мартовский кот, везде мне понаделал, потом я смотрю, вот эти последние два-три дня вообще ничего нет, везде как-то запаха нет, то есть чувствуется запах немножко вот этой вот белизны, как это сказать, ну, с парфюмом, запахом, да, то есть, типа, запах чистоты чувствуется, не чувствуется запах кота. Я себя словила на мысль, не пищал ли он у меня, не делал ли он мне эти дела, потому что он действительно хотел кошку, хотел гулять, и потом, короче, в итоге, в итоге мне там и ходил, везде метил, типа, падал там в судороге, как бы женщина написала. Вот, и я посмотрела, что они почирикили, поняла, что это где-то два месяца, где-то 63 дня вынашивают коты своих детей, и я поняла, что, ну, посчитала, во сколько, как бы, прилизительно должны быть роды, и теперь у меня такая боязнь, что она опять родит мертвых котят. Я, кстати, когда разговаривала с Карлом, я говорю, Карла, я не знаю, возможно, это от собак, может быть, я уже, знаете, когда ты не знаешь на что, ты уже ищешь виновный хоть в чем-то, да, вот на кого-то спихнуть что-то, чтобы тебе легче спалось, но, наверное, так многие из нас поступают, как-то оно так вырабатывается. Я уже думаю, может быть, это от собак, чтобы были собаки, она была в стрессе от собак. Потом, помните, у меня кошка, кстати, она мне два раза сиганула с окошка, она у меня ходила по веревкам, куда мы вывешивали вещи, я прям показывала, как она с одного окна выходила, на другое окно переходила, мне пришлось еще одну вазу поставить на окно, закрытие, этот вот выход, как эквилибристка какая-то. И потом она у меня заходила вот на саму вот эту вот веревочку тоненькую, там есть такая, ну, типа, как же там получается, железка, да, ну, и отсюда, типа, две веревки натянуты. Она ложилась на эту железку, засыпала, может быть, она там как-то выворачивалась, в общем, кошка у меня два раза сиганула. И, возможно, это было от того, что котят, ну, это же не то, что она там сиганула, и котята родились через день. Нет, это там еще три недели прошло. То есть, вот такие вот дела. То есть, я вот за это сейчас переживаю, прям вообще. Сегодня опять сходила с утра, купила ей мясо, такие, ну, как и Байкалу покупала. Сегодня наварю. В общем, я, когда кошка беременна, сажу ее, знаете, на такое, на хорошее такое питание, не просто консервами, а вот вареным мясом, там, фаршем немножко, ну, провареным давать, такой, чтобы она... Вот такие дела, девочки, мальчики, мужчины. А на неделе я буду идти в город. Кстати, я ходила по магазинам, была в магазине Кику вчера, когда Саша уводила на каток, посмотрела и так расстроилась. И вы, наверное, кто смотрит видео уже недавно, видели, что я все время на Рождество, к Новому году покупала кому-то подарки. Там, и это были, там, у меня был один год, там были набор помад разных, разных, разных набор помад. Я, по-моему, показывала. Потом какие-то наборы лаков, какие-то парфюмы от Кико. И оно так все красиво сделано. Там сама только упаковка, от чего стоила. То есть, было приятно держать в руках, приятно было дарить. Прям такие... В этом году никаких-то подарочных таких наборов нет, чтобы вот зайти, типа, купить и подарить. Нет какие-то там... Ну, есть много красиво оформленных там помад в красных коробочках. Жалко, что в Кико не разрешают снимать. Там какие-то там тушь для ресниц какая-то симпатичная. А ты уже здоровалась. Какая-то симпатичная. Иди со мной посиди. Вот. А нет никаких таких красивых вот наборчиков, чтобы купить. Таких нет. Я аж прям расстроилась, да? А ты вчера со мной заходила в Кико, да? Толстуха моя. Нет. Ты давай. Как это? Нет. Мы вчера заходили. Вот. Потом, что еще хотела сказать? Я пойду на днях, поснимаю вам ночной город, если вам там интересный лечебник. Маню, это нахожу. Одень, пожалуйста. Да, и мою, пожалуйста, с елкой. Сделай. Одень тапочки. Ой, Саша, подожди, давай это как-то запихнем. Мне еще показывать. Когда я сниму, там девочка высыла посылку, мне снять надо. Да? Вот это мне положишь, я сегодня все сделаю в зале вот так вот. Вот. Потом, что еще? Что еще сказать? Что еще вам сказать? А, меня спрашивали многие девчонки, особенно, которые едут в Италию там к женихам, к парням, или просто идут в гости. Меня спрашивали, что привезти? Вот что привезти на Новый год? Какой подарок? Если вы еще в Украине или в России, ну, с России девочки писали, еще не выехали, знаете, такой вот, мне было бы приятно лично, если бы кто-то из другой страны мне привез новогодний шар на елку с моим именем написано, допустим, там, на арабском языке. Там, на немецком, я не знаю, там, языке написан с моим именем, и написан год, и, возможно, какое-то маленькое пожелание. Типа, там, пусть мечты сбываются, только, допустим, на другом языке. Я вчера ходила, кстати, по курсу Италии, искала, смотрела, и действительно, у нас тоже делают, продают шары, причем надпись бесплатно, то есть, там, Марина, будь счастлива, вам напишут бесплатно. А за выплатят только за сам шар. То есть, вы можете выбрать белый, вы можете выбрать прозрачный, вы можете там еще какой-то выбрать. У нас это есть. То есть, если шар стоит 13 евро от того, что там по размеру и по какой-то своей форме отличается от другого, надпись вам сделают бесплатно. То есть, 13 евро, но, тем не менее, у вас будет красивый подарок. Блин, шовы все на это окно. Все, последний раз открываю, все. Ну, и мне кажется, такой подарок классный. Я бы была такому подарку рада. Я потом еще ходила, смотрела там, как-то предыдущие года, продавали шары елочные, огромные, такие прям большие, они стоили очень дорого, но они были красивые, они были бомбезные. И тут, короче, я вчера нашла несколько шаров, там прямо у кола, если девочки с пиздой будут смотреть, приглядитесь, там вот какой-то накаток заходите, там стоит вот эта вот штучка, где продают все, чтобы вы сделали этого. Так что они называются. Как они называют эти казаки, чем это на пер, пер Натали? Как они называют? Призепи. Призепи, да, там, ну типа там, бога ставят, там, козы, овцы, там, что-то как-то я не могу перевести это на русский. Мне сам. Вот, и, короче, это самое. Спасибо, дуц. Это мне Саша там. Это Саша мне там, у меня инстаграм мой под видео есть ссылка. Это Саша, да, 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 это Саша там, покажи, мы вчера пели песню, покажи. Видео? Это Саша со своего телефона, сейчас я телефон девушке приобрету, будем общаться в инстаграме. Так что не отписывайтесь, подписывайтесь. Я думаю, парень, это как бы. Вот, и я нашла шары, говорю, женщина, сколько у вас шары? Она говорит, 28 евро. Я так стояла, стояла, думаю, вот я бы купила за 28 евро такой шар. Наверное, не подумав, да. На подарок, наверное, да. Хотя, с другой стороны, его стоила... Лошатте ми кантаре, кон ла гитарра и маано, лошатте ми кантаре, кон сцоне пиано пиано. Лошатте ми кантаре, петре соно феро, соно итальяно, мондоно пиано. И это профиломама. Да, не знаю, там есть под видео моя ссылочка на инстаграм. И, в общем, думаю, ну, думаю, за 28, наверное, бы не купила. Думаю, ну, за 15, ну, за 18 бы, наверное, купила. Она видит, что я так долго стояла, смотрела, хотя выбор небольшой. Но есть выбор. Вот, и она такая, ну, девушка там или женщина, говорит, ну, это же ручная... Я даже слова не сказала. Она говорит, это же ручная работа, типа. Я говорю, да-да, я вижу. Ну, 28 это дороговато. Ну, реально, даже вот, если бы 20 можно было бы купить, они даже не такого вот, не у такого вот размера, такой обыкновенный размер. Симпатичный, но можно было как-то, учитывая скука туристов и пизо-туристический город, и можно было как-то сделать это понасыщенные, вот эти вот игрушки. Потому что я больше не знаю, в китайском в этом году вообще, извините за выражение, игрушки вообще нет выбора. В тот магазин, где ходили мы, вот это, что мы там с Сашей накупили, около Лунгарно, то да, там выбор еще как-то есть. Все, больше, я не знаю, в Карифурье я не заезжала, в другие магазины не заезжала. Что касается китайского магазина, всем понравился обзор, я вам покажу потом обувь. Напишите, кстати, если вам интересно, я покажу, какая там есть обувь, что продают из косметики, нижнее белье, кастрюли, там обалденные. То есть, действительно, это надо называть не китайский, а магазин товаров для дома. Потому что какое-то сравнение идет с китайкой, у многих, в китайском джинсе стоит точно так же, как в другом-другом магазине. Может, ну не знаю, но китайцы продают. Не знаю, не знаю, девочки, честно. Считала комментарии, прям такое впечатление, что у всех посуда от Армани дома стоит. И все в Сваровском еще, помимо этого, все диваны. Вот такие дела. Так, ну что, извиняюсь, что топлю, Маша. Я надеюсь, что... Моряк, заходи, холодно. Саша, дай мне мой халатик, пожалуйста. Блин, окно открыто. Сядет и сидит. Он целый день там сидит. Я в комнате... Ну, каждый день еще и вечером, да, Саша? Спасибо большое. Вон, халатик, сзади порта я ее повесила. Там я апельсинку порезала. Ты кушала? Кушала. Это раньше. Ну, так иди возьми, кушай. Ну, забрала София. Там еще и еще забрала София. Так, шокно открыто. Он сядет, сидит там и сидит, и сидит, и сидит. Дома не холодно. Не холодно. Я вот сейчас мыло... Везде пол протирала, не мыло. То у меня окна были, естественно, везде нараспашку, во-первых, чтобы проветрить. Потому что утром открывать рано, утром. Это очень рано. А открывать днем нормально. Ну, холодно. Вот эти последние два дня холодно. Я вчера в варежках возвращалась домой, да, Саша? Когда мы это... Саша брала рукавички, когда мы ходили на каток. Вот. В общем, немножко настроение... Не то, что настроение испортили, я просто расстроилась немножко. Потому что, опять же, говорю, не знаю, сказала, ляпнулась лично мои мысли, мои скакуны, что я, в принципе, быстро отхожу, как-то не держу зла на человека. И мне даже, знаете, и стало как-то... Ну, не жалость, наверное, самое плохое, когда вы испытываете к человеку чувства. Ну, наверное, как-то стало за человека. Ну, неприятно, обидно, зная, как он как-то готовился, какие у него фантазии были. И потом раз так... Ладно. Девочки, мальчики, мужчины, на этом будем заканчивать. Вам огромное спасибо за... За вашу активность, за ваши пальчики вверх. Я вижу, что вы в последнее время прям так вообще дарите мне свое внимание. Огромное вам спасибо. Дай Бог вам здоровья. С наступающими вас праздниками. Не давайте себе хандрить. И я даже Карлосу говорю, Карла, если проблему решает деньгами, если она решаема деньгами, то это не проблема. Но он расстроился. Ну, ладно. Давайте. Всего вам хорошего. Всего доброго. Всем вам, мои поцелуйчики. Увидимся с вами... Завтра. Завтра. Все, давай посолитаримся. Только трапки надень, окно открыто сидит. Лянь, сидит же. Пока. Все, всем пока-пока. Пока. Марьяна покажем, как сидит. За птичками смотрит. За всем смотрит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова